Приветствую всех! Поговорим сегодня о фотографии. И я хотел бы начать с того, что дает нам вдохновение в этот раз. О месте, где мы работаем, где мы снимаем. И я нахожусь сейчас на острове Красный Октябрь. Балкон моей студии. Великолепный вид. Крымский мост. Памятник Петру Первому. Третьяковская галерея. Удивительно, но место по своей энергетике и по своей водной глади, и московому простору напоминает мне стрелку Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Но рассказать хочу не о своей студии, а о продюсерском центре для фотографов. Именно он находится за моей спиной. Про-лаб. Уважаемые друзья, чему сегодня будет посвящен урок? Конечно, фотографии. Но какой? С чего фотографы начинают свою карьеру и становятся знаменитыми? Конечно, с рок-музыки. Где доказательства? Энни Лейбовиц, Олег Зотов. И поэтому мы не удивимся, что сегодня у нас в гостях великолепный, потрясающий рок-музыкант Рома Зверь. Привет, Олег. Я буду много сегодня рассказывать о Роме Зверье, потому что... Я могу тебя называть Ромой Зверь? Да, потому что, да. Какой, Олег? Мне кажется, да. Рома, Зверь. Мне кажется, Рома Белый-то не надо, да. Как угодно. Зависуй Сюзанна, если тебе так нравится. Я расскажу вам о первой съемке, расскажу о следующих съемках. Но у нас очень мало времени, и я хотел бы поговорить с Ромой, потому что, может быть, я открою вам страшную тайну. Рома еще и фотограф. И не просто фотограф, не просто человек, который ходит с аппаратом и что-то там снимает. Это серьезный фотограф с серьезными выставками. Предлагаю куда-нибудь пойти в другое место, чтобы у нас как-то менялись планы. И сегодня мы решили прийти не на знакомую тебе рок-площадку, не в репетиционную студию, а именно в это арт-пространство. Что за арт-пространство, я скажу чуть попозже. Рома, как случилось? Почему ты взял фотоаппарат? Почему? Ты же музыкант, у тебя все заполнено музыкой. Зачем тебе вот... Что это? Ну, во-первых, я любопытный человек, и мне вообще интересно многое. Когда я что-нибудь вижу, то, что меня заинтересует, я прям глубоко, прям с головой погружаюсь в эту тему. Ну, и ко всему прочему, так как я занимаюсь музыкой, часто меня фотографируют для журналов фотографы на концертах и так далее, фотосессии постоянные для афиш, для изданий. Я часто сталкивался с фотографами, которые, ну, просят «стань так, улыбнись так, сделай это, сделай то». И я подумал, блин, что-то как-то... Они фотографируются у меня по-разному, и мне не всегда нравилось, как меня фотографируют. И мне хотелось вообще понять, что это такое за дело, такое фотоискусство, и почему у одного человека получаются такие фотографии мои, а у другого другие, абсолютно, как будто другой человек. И это меня очень заинтересовало, как вот при помощи одной и той же модели даже фотокамеры два разных человека могут сделать абсолютно два разных снимка. И это меня увлекло, и таким образом я начал заниматься фотографией. Хорошо, ты начал, как ты начал, да, какую камеру ты взял, что ты начал снимать? Ну, первая камера у меня, клевая камера, она называлась «Кэнон», вот, и зеркальная камера, в общем, «Кэнон Марк 2» как раз появилась, давным-давно это было. Это серьезная камера, ты начал сразу с профессиональной. Ну, а зачем, зачем мучить и как-то, ну, начинать непонятно с чего? Это потом я уже увлекся дальше, но мне попалась именно эта камера, я приобрел ее в Германии, она только там появилась, и в России еще даже мало их было. Я просто поинтересовался у фотографов, коллег, что есть хорошего и интересного. Я приобрел почему-то эту камеру «Кэнон». Супер. Вот. Ты начинал с «Кэнон», да? Да, и как-то я взял ее в руки, отличная камера, я прям был поражен, что вот так мне сразу повезло. И я начал снимать все подряд. Конечно же, я начал делать кучу кадров, у меня там за один выход, за одну прогулку было около там тысячи, полутора тысячи кадров там, ну, очень много. Потом ты сидишь, долго разбираешь, смотришь, что ты наснимал. Я фотографировал все, мне было все интересно, я фотографировал людей, архитектуру, тени, пейзажи, ментюрморты, все что угодно, воду, огонь. А ты что, если ушел в такое, в искусство, да? Нет, я начал, наоборот, я начал просто нажимать постоянно Это ты делал твои работы, может, они уже такие поздние, но они такие, они хорошо закомпонованные. Это было позже. А, понятно. Ты же спросил меня про первую камеру, и что я фотографировал. Я фотографировал все. У меня была куча, куча снимков, которые я просто не успевал. Они были практически все одинаковые, но вот я как-то так начинал. Потом я уже начал понимать, разбирая эти снимки, а вот это хороший кадр, почему-то он мне нравится, а соседний не очень. И я начал понимать, что, как фотографии устроены. Начал читать литературу. Начал изучать творчество фотографов известных, которые занимаются портретом. Та же Ли Бойц, да, тот же Робер Дуано, тот же Брессон и так далее, Гарри Виногранд и так далее. Ну, вот такие мне фотографии нравятся, особенно в ЧБ. А когда я увидел черно-белую фотографию, тут же мне захотелось повторить именно вот тот штрих художника, фотохудожника, там, как Брессон или там Дуано. Я, значит, так понимаю, ага, значит, это ЧБ, это пленка, это определенные форматы камер, это, значит, там уже ролифлекс, это уже там лейка или там контекст Т2. Ты знаешь, да, что это вот, ну, то, о чем я говорю, это принцип обучения в художественной школе, да, ты стоишь перед великим полотном и стараешься нарисовать так же. Попробовать сделать. Не надо делать лучше, не надо делать уже. Попробовать сделать так, да. Пойми, как он делал мазки. Ну, вот я так и делал. Шоу, в общем, классический путем, да? Абсолютно, да. Давай себе отчет. Ну, наверное, но я настолько был увлечен, что я прям вот там вставлял пленочку, там ставил фильтры, градиент, фотографировал, делал кадр, записывал, какой у меня там градиент, какая у меня выдержка и так далее. Потом, когда проявлял, я смотрел, в чем разница, потому что так же сложно, это же не цифровая камера, когда ты выставил настройки диафрагмы там, да, и так далее, щелкнул и посмотрел как, а ты тут не можешь посмотреть, и опыта у тебя нет. Я в шоке, понимаешь? Я записывал каждый кадр. Я был выводом это делать, да, у нас не было цифры. Ты в цифровую эпоху делаешь. А я с цифры перешел наоборот, да. И я методом тыка начал понимать, как фотографировать на пленку. Как можно усложнить себе жизнь, посмотрите, люди, да. Хорошо. Ты проделал эту сумасшедшую гигантскую работу, набрал, да, миллионы снимков, понял, какие-то нашел для себя принципы. Удивительно, да, как люди вот действительно утяжеляют работу, но идут своим путем, но приходят к каким-то, в общем, ну... Ну, у каждого свой путь. Да, каким-то результатом, да. Дальше, да? Ну, дальше, да. А ты делал ли ты тему, которая тебе интересна? Человек, человек, конечно, это самое интересное. И репортажная съемка, собственно. Репортаж и человек для меня самые интересные фотографии. Ну, сейчас все поменялось, потому что я немного прошел уже этот этап, мне теперь интересно что-то другое. Но вот тогда, да, это человек и репортаж. Вот как живет человек. В разной среде. На пляже, на отдыхе, за работой, дома, в раздумьях, в веселье и так далее. Когда накопилось у меня некое количество фотографий, которые я показывал друзьям, ну, мне же хотелось с кем-то поделиться. Вот что-то я, как мне кажется, снял удачное, и я показываю близким друзьям. Вот, посмотрите, я снял там в таком-то городе вот что-то. Они смотрят, говорят, да, это здорово. А это там ноль реакции. Или там, ну, нормально. Или кто-то, о, смотри, вот это клевое. Вот это у тебя получилось. Таким образом я начал понимать, что людям нравится. Понятно, что мое окружение – это не некий стандарт общий, это все-таки немного другое. Но все равно, когда ты показываешь людям, которые, может быть, не особо хорошо разбираются фотографии, или, может, вообще не разбираются, но это не важно, потому что каждый человек просто сам непонятным образом для себя определяет, хорошая эта фотография для него или нет, да, приходя на выставку или смотря на какую-то работу. Вот также я показывал, создавал фокус-группу из близких людей мне и показывал фотографии, они как-то реагировали. Я смотрел на их реакцию и таким образом понимал, что хорошо именно в этой фотографии, почему именно на эту фотографию реагируют больше людей, да, как-то позитивно выражают эмоции. Таким образом я начал понимать, что должна нести фотография, какие эмоции и почему она это делает. Вот это делает фотография, а это нет. Таким образом я накопил некое количество фотографий, а потом эти же самые друзья начали мне говорить, что тебе пора делать выставку. И вот тут началось, конечно, это самое страшное. Сейчас мы перейдем к выставке, а сейчас я хотел бы сказать, я буквально маленькое лирическое отступление, потому что, может быть, вы не знаете Рому настолько, насколько знаю я, человек реально не говорит, он говорит очень мало. Он говорит очень мало, и вот такую пространную речь от него я первый раз слышу, мы действительно зацепили за то, что ему очень близко. Фотография, господа. Мы специально перешли в другое помещение, глядя на все эти коллективные работы, просто хочется взять и поговорить о выставке. Итак, давай, теперь выставка. Выставка, да. И, ну как, выставка – это сложное дело, и я никогда не сталкивался с этим, и года два… Это не концерт, сыграть, конечно. Ну, это не концерт, это быстро, и ты знаешь, что это такое. А выставка, оказалось, это достаточно сложно. Нужно выбрать работы, нужно их напечатать. Вот этот момент был такой переломный, потому что когда ты фотографируешь, сканируешь с пленки и печатаешь какие-то там небольшого формата А4, это одно. А когда ты делаешь работы для выставки, это нужна профессиональная печать. Где это делать, непонятно. Потом, где выставлять, это другое дело. Но давайте остановимся на печати. Два или три года друзья меня уговаривали сделать все-таки выставку, потому что работы накапливались, накапливались. И вот я как-то созрел и понял, что мне нужно где-то их печатать, эти работы. Да, потому что много было работ, сделанных на пленку, их нужно было хорошо отсканировать, значит, нужно было найти хорошие сканеры, которые у нас есть в России. Не бытовые, а вот профессиональные. Вот, таким образом я начал искать, кто мог бы мне отсканировать мои пленки, слайды и негативы. И кто бы мог бы их напечатать. Таким образом я нашел две компании. Одну в Санкт-Петербурге, одну в Москве. Вот, одна из них в Москве, это была как раз компания ProLab. Вот, а в Петербурге как-то Photovam называлась, которые обладали хорошими барабанными сканерами, профессиональными. И, собственно, машинами, которые могли бы напечатать хорошо вот отсканированный материал. Вот, и таким образом я набрел в Москве на компанию ProLab. Мы встретились, познакомились, поговорили. Я рассказал, что я хочу и как я это вижу. И вот совместно мы сделали эту работу. Я пришел к ребятам, отсканировал сначала все. Это была работа около 120. Я притащил свои пленки. Мы выбрали, отсканировали. Потом сделали пробы печати. Посмотрели, как это выглядит. Ну и, собственно, сделали первую выставку, которая прошла года четыре назад. Она, кажется, четыре года назад была первая выставка. Вот таким образом у меня случилась первая вот такая большая выставка. Извини, про выставку я сейчас спрошу. Но просто удивительно, что мне, конечно, близка была компания Photovam. Ее уже нет. Уже нет, да? Да, уже нет. О, не знал. ProLab тоже удивительно. Но на самом деле то, что моя новая студия находится вот на острове на Красном Октябре, это, в общем, благодаря ProLab, вот так все сложилось в этой жизни. Но об этом я еще расскажу. Тема выставки, и можем ли мы показать какие-то фотографии с нее, да? А тема выставки, даже не знаю, как. Вот. Называлась она «Моменты», потому что там были собраны работы, которые я делал в течение пяти лет или шести лет, и на цифру, и на пленку. Но это в основном были люди. В основном у меня камера была, и делала эти снимки в путешествиях. Это разные люди, в разных ситуациях репортажная фотография. То есть репортаж, люди, опять же. Вот. И из этих работ была первая выставка. Чем ты снимаешь сейчас? Сейчас я практически ничем не снимаю, потому что я жду вот камеры новые, которые должны появиться. Ну, фотографировал я практически на все, кроме нескольких… Вот на Nikon я ни разу, у меня не было никогда камеры Nikon. И остальные все у меня были практически камеры. Вот. И цифровые, и пленочные. Я фотографировал на Canon, фотографировал потом на Sony, перешел на беззеркальный, ну, потому что вес уменьшился. А это для путешествия очень важно. Когда у тебя вот телевик огромный от Canon весит очень много, когда сам Canon весит, ну, большие с зеркалами же, это все объем. А если еще у тебя пару объективов, все, это уже тяжело. А тут произошла некая революция, то есть зеркало у нас убралось, и у нас просто камера облегчилась вплоть там до полкилограмма, и объективы стали маленькими. Это очень удобно, когда ты гастролируешь, еще вещи у тебя концертные, а помимо концертных вещей, у тебя фотоаппарат. Это было очень удобно. Ну, а из пленочных все, там, от Hasselblad, заканчивая комплексами, Olympus, ну, и среднеформатными камерами, Fuji. То есть, когда ему цвет? Свет практически нет, потому что это репортаж. Это же, ну, свет, я использую только тот свет, который есть в естественной среде, в помещении, на улице, а так, чтобы с постановочным светом я практически... Нет, я не фотографировал, Олег, вот, ты мне задал сейчас вопрос, я начал думать, свет. Хочешь такой урок? Ну, я бы с удовольствием, да. Мне кажется, это было бы интересно. Никогда не использовал, правда. Отличная идея, да. Возьмем Рому, возьмем модель и пойдем, поснимаем со светом. Скажем, даже на красном октябре... Сделаем жанровую фотографию, да? Да, постановочную. Постановочную. Просто поиграем со светом. Вы это видите в следующих выпусках. Не могу сказать несколько слов, все-таки о моих съемках, Рома, да, моя школа, мои правила. Помню первую съемку, Александр Батинский, тогда продюсер группы «Звери», пригласил меня, естественно, я должен был подготовиться, я придумал много идей, я купил гитару, которую мы успешно топили в ванной. Да, да. Да, было красиво. Помню, как зашла горничная, мы ее тоже использовали в кадре, попросили ее. И мне было очень приятно, потому что Рома через несколько лет сказал, что вот эта съемка вызвала на него впечатление, что он впервые увидел, что вот не просто человек пришел с каппаратом и снял. О чем я рассказываю, что какие-то... Ну да, было интересно, что есть какая-то задумка, идея, сюжет, сценарий. Ну просто встань возле стены там и просто смотри, улыбнись мне часто было, очень не хотелось это все исполнять, потому что, ну, странно, да. А тут сюжет, значит, мы разыграем некую сцену, значит, здесь будет действие некое. А так гораздо легче работать, потому что ты находишься в состоянии игры. Когда ты играешься, ты расслабляешься, а когда ты работаешь, смотришь, там, вот, как вот, там, модели, да, они выдрессированы, вот, научены так посмотреть, так, это, это, ну, это их работа. Ну я же не модель, правильно? И мне гораздо проще для того, чтобы расслабиться, играть в какую-то игру. А это игра. То есть ты занят гитарой, ты сел в ванну, тут какое-то действие, сюжет, горничная. Ты как-то расслабляешься и играешь в некую игру. Таким образом мышцы твоего лица расслабляются, и лицо твое становится естественнее гораздо, нежели, чем просто, когда ты позируешь камень. Ну и зачем интересно смотреть, да. Ну да. Потому что у тебя прекрасная улыбка, насколько их можно издумать. Ну конечно. Совсем недавно состоялась наша съемка в студии, да, я снял, я считаю, что великолепный портрет. Те, кто со мной не согласен, может даже не смотреть мои видео. Да, уходите. Приключайте, потому что мы его сейчас показываем. Такой дисклани, вот сейчас предупреждение. Ну вам. Я всегда предупреждаю людей, не нравится уходить. Это правильно, по-моему. И мы работали, да, недавно вместе. Конечно, его можно смотреть на мониторе. Конечно, его можно смотреть на телефоне. Но на самом деле у меня для Ромы такой небольшой сюрприз, потому что на фотографии надо смотреть вот в таких гигантских больших размерах. И только тогда ты понимаешь, для чего это нужна эта фотография, для чего она создана. Только тогда она полностью трогает твои чувства, сердца, эмоции, заполняет твои глаза. Я могу там продолжать перечитать все органы тела. Я предлагаю пойти и посмотреть эти прекрасные пустынные помещения. Сегодня здесь выходной, но в настоящем уроке он всегда открыта, дорога везде. Поэтому пойдем посмотрим. Пойдем. И свой рассказ о продюсерском центре ProLab я хотел бы начать с фото-лаборатории. С фото-лаборатории Fine Art Photography. Я нахожусь в приемной. И если вы посмотрите вокруг, вы увидите радующее сердце, как фотограф, так и зрителей, великолепно оформленные авторские работы. И, конечно, я не могу рассказывать о этом месте, не представив, я бы сказал, прекрасное лицо, душу и сердце ProLab лаборатории Анжелику. Добрый день. Добро пожаловать к нам. Любая работа становится произведением искусства, когда ее можно ощутить. Ощутить ее можно в разном виде. В виде напечатанной фотографии, в виде фотоальбома. Это становится ваше произведение искусства. Можно посмотреть любой альбом, на котором с помощью технологии FlexBind можно напечатать большую работу. Как черно-белые, так и цветные работы. Мы делаем альбомы фотографического качества. То есть это полиграфический альбом, который выполнен с абсолютно фотографическим качеством. Используется технология FlexBind для того, чтобы не было здесь шва. Для того, чтобы не было шва. Используется как черно-белая работа, очень красиво смотрится. Цветные работы смотрятся очень красиво. Для того, чтобы фотографии смотрелись, ее нужно обязательно сначала обработать. Для этого нужны наши технические специалисты. Альбомы могут быть выполнены как в черно-белой технике, так и в цветной. Любых размеров. Фотография, которая раскладывается на 40 на 60 сантиметров максимум. Это фотоальбом ваш. Также могут быть представлены разные фотообложки, разные дизайнерские решения по фотоальбомам. Если вы продвинулись уже дальше альбомов, и у вас есть желание изготовить большие или очень большие свои работы, можно прибегнуть к неким техникам, которыми мы владеем. Например, печать на FlexBind. Это такая очень яркая, насыщенная и контрастная фотография. На мой взгляд, самое красивое оформление фотографий – это музейным качеством, когда фотография закатывается под акриловое стекло. Называется это пластификация. Она бывает матовая, бывает глянцевая. Все для художника. Лишь бы вы радовались. Также можно подобрать к любой фотографии оформление багета. Багет может быть абсолютно разной. Как от строгих решений, таких, как, например, на верхней фотографии сейфбокс, так для более классических, для каких-то работ. Иногда в особых случаях, когда картина особенно требует к себе специального подхода, то вот в данном случае багет был заказан на мебельной фабрике, специально под эту работу. Мы познакомились с парадной частью. Давайте пройдем вместе на производство. Эти бесконечные коридоры, корпуса и проходы. Не могу не показать вам трехметровую работу. Почти три метра. Вау! Красиво. Я пришел сюда не с пустыми руками. У меня есть флешка, на которой находится фотография. С чего я должен начать? Конечно, вот с этой комнаты. Мы ее так называем. Сюда приходят авторы, которые получают информацию о своей фотографии и чуть-чуть помощи. И они, волшебство существует и рождается шедевр. С комнаты, где присутствуют дизайнеры. Что в ней особенного? Прежде всего, в ней специальный свет. Это очень важно. Очень точный, градуированный свет определенной яркости. И, конечно, настроенный особо образом монитора, для того, чтобы максимально мы видели то, что будет напечатано. И я пришел к очень правильному месту, потому что самый главный для меня сейчас человек здесь – это Наталья. Наталья – дизайнер. Она в данном случае занимается препрессом, подготовкой к печати. Давайте посмотрим на мою фотографию уже на правильном мониторе. Вы видите прекрасную фотографию на мониторе. И для многих будет откровением, что та фотография, которую вы смотрите на своем мониторе или на экране телефона, совершенно не так будет выглядеть в печати. Во-первых, у каждой машины свои кривые. Их нужно подключить для того, чтобы скорректировать это изображение к данному виду печати. Притом выбрать бумагу, на которой это будет напечатано. Потому что, скажем, на матовой бумаге это будет смотреться, Наталья меня поправит, наверное, темнее, на глянцевой, светлее. Ну да, на матовой бумаге печать получается менее контрастная. Менее контрастная. И черная уйдет в черное. И на этой фотографии бы все такое было очень темное. Это нужно скорректировать. Как вы знаете, я не обрабатываю фотографии, мы ничего не меняем. Но, если бы я обрабатывал, Наталья бы легко могла мне сделать прямо с этой фотографии какое-нибудь чудо, поменять фон, сделать глаза Ромы светлее, темнее, да, и что-нибудь еще. Любого цвета. Любого цвета. И это, знаете, очень полезно, особенно для начинающих фотографов, когда вы еще не очень сильные, как фотограф, и вам могли бы здесь помочь в допечатанном процессе довести все до ума. Как говорят в кино, сделать такой постпродакшен. Наталья, Наталья, на чем будем печатать? Я бы данную фотографию напечатала бы на полуглянцевой бумаге, потому что она сохраняет максимальный именно контраст. Черный получится достаточно плотный, но за счет того, что бумага все-таки полуглянцевая, она будет, в отличие от глянцевой, меньше бельковать. Не надо спорить со специалистами, надо прислушиваться и выполнять их указания. Печатаем. Печатаем, отлично. В каком размере? В самом большом. Я хочу Рому один к четырем. Для обычных посетителей печать такой фотографии заняла бы сутки. Если вы придете с улицы, через сутки ваши фотографии будут готовы. Совсем небольшое время. Но у меня тут специальный вход, и через 15 минут фотография будет готова. Пока мы разговаривали, эта техника работала. И у нас для Ромы есть сюрприз. Конечно, эмоции шестого дубля уже передать не удастся, так как они были в первом. Но Рома будет стараться. Будет кричать «Вау!», крушить все вокруг. Втыкать гитару, ой, извините, гитару нет, фотоаппарат втыкать в колонку. Ну и так далее. Рома? Действительно, действительно. Знаешь, Олег, даже для шестого дубля это просто гениально. Как красиво. Итак, торжественно обрезаем. Да. Конечно, мы это делаем не каждый день, волнуемся. И, возможно, делаем это непрофессионально. Но зато от всей души. Да. По-моему, так один тылем с половиной. Если вы думали, что Рома, вот такой, нет? Вот он такой. Рома, огромное спасибо за уделенное время. Вы понимаете, что будет точно съемка с Ромой дверем. Может, мы даже разыграем какой-нибудь билет. Кто-нибудь нам поассистирует. Счастливчик. Ну, это неважно. Разыграем с удовольствием. Рома, спасибо. Спасибо. Рома уезжает в фототур. Да, в ближайшее время я появлюсь с новыми работами. Да. Плывет на Кузенштерне. Я не знаю, там, 7 футов под кирем, удачного плавания. Спасибо. А это я возьму с собой. Я слушаю музыку зверей. Рекомендую делать это вам. Не слушайте рэп. Не слушайте джаз. Слушайте рок. Не старейте. Это не я сказал, сказал Мумитроль, Илья Логутенко. Посмотрите на меня, я слушаю. Ура. Осторожно идет процесс. К моему удивлению, еще есть люди, которые начинают все больше и больше снимать на пленку. Есть люди, которые печатают фотографии еще старым дедовским способом. Так называемая мокрая фотографическая печать. И вот именно эта комната предназначена для такой мокрой печати. Я узнаю этот специфический запах. Много-много лет я провел в ванной комнате сначала, потом в фотолабораториях, где вот вручную печатал. Еще в прекрасном свете фотографии. Вот здесь стоит такая машина. Заходи сюда. Lightjet 430. Цифровая печать, но мокрым фотографическим способом. Машина мечты любого фотографа. Именно она позволяет вырезать различные маски, буквы, вывески и все остальное. Смотрите. Можно сделать специальные маски, через них светить и посмотреть в каком толстом материале. Потрясающая штука. Обязательно ей воспользуюсь. И расскажу об этом. Огромный ксерокс, который занимается тем, кстати, с монитором Бенкью, который занимается тем, что печатает книги. Вот, видите, прямо готовые листы книги, будущие книги, великолепного фотографического качества. А вот это, например, уже отпечатанный, но еще не до конца склеенный блок. Выглядит он подобным образом. И что же это за книга? Это книга Вадима Евгеньевича Гиппингрейтера, которой в этом году было бы 100 лет. Это год, столетие Вадима Евгеньевича. Можем посмотреть, что же снимал практически, наверное, 50 лет назад Вадим Евгеньевич. Один из самых известных авторов Советского Союза. Это все пленка. Часто вертикальные кадры прокладываются калькой для того, чтобы отбивать визуальный эффект. Это самая страшная и опасная машина для тех, кто знает технику безопасности, как свои 8 пальцев. Но все продумано. Для того, чтобы ничего себе не отрубить, вы должны обе руки засунуть сюда. И только тогда она режет. Идеально. Порезаться можно. А срез. Не отвлекайте. Нам нужен такой плакат, но именно про фотографа. Не отвлекайте фотографа от работы. Это тоже опасно. Но, конечно, не так. Посмотрите, как эта машина вгрызается в бумагу. Всем бы так работать. Я получил эту фотографию. Теперь время ее красиво оформить. Ну, в моем случае я просто хочу оставить ее вот как такой печатный лист. Но давайте посмотрим на возможности, что можно было бы с ней сделать. Что можно сделать с фотографией? Конечно, фотографию можно накатать на какой-то из материалов. Пенокартон, пластик. Смешно, но фотографию можно закатать в стекло, под стекло. Акрил. И, конечно, классический способ. Мы находимся именно в этой комнате, где фотографию оформляют в багет. Уже как совсем художественное произведение. И мы видим большое количество всяких вот багетов. На любой вкус, цвет, размер. Работа кропотливая, тщательная. Но фото выглядит, конечно, эффектно. От тебя хочу сказать большое спасибо Олегу Зотову за то, что он провел такой экспресс-экскурсию по нашей фан-арта-лаборатории. Надеюсь, что вам было полезно и приятно посмотреть то, чем мы здесь занимаемся. А от тебя лично хочу добавить. Мы ждем вас всех в гости. Ждем всех талантливых и творческих людей, начинающих и не только. Приходите к нам, пожалуйста. Мы готовы поделиться своим опытом и из маленького файла или большого файла произвести большую, грандиозную и очень красивую работу. Всем желаю больших выставок, отличных творческих проектов и, возможно, продаж своих фоторабот. Это важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова